приветствую вас давайте разберем ваш вопрос вопрос касается страха измены у мужчины вот он говорит о том что очень любит свою жену вот что он никогда до этого не любил и вот сейчас полюбил очень сильно вот но узнал что его жена совершала некоторые поступки которые автор вопроса считает легкомысленными вот и которые его шокировали вот следствие чего у него появляются мысли о том что она ему может изменить он этого боится и так далее вот описывает картинку очень яркой сильной белки любви что с ней он стал намного мягче не может сказать плохое слово ну вот когда он расстается с ней на пару дней то они плачут как дети вот и вот собственно такой вопрос ну а что хочется сказать во первых хочется сказать что вы судя по всему человек довольно искренний вот судя по всему человек человек вы такой достаточно прямолинейный открытый вот и потому я думаю шпион вам может как не понравится то что я скажу так и наоборот может быть вы сможете это оценить все заключается в том что подобное непринятие аэростика ну скажем так поступка вашей жены говорит не в пользу того к сожалению что вы ее любите потому что любовь по разумевает на мой взгляд принятие. Безусловно, принятие. Партнёра, в том числе и его прошлого. Вот, а если вы не принимаете какие-то поступки, а своей жены, то, на мой взгляд, нельзя говорить, ну, прям вот, напрямую о том, что вы её любите. Я бы говорить, по крайней мере, не стал бы. Потому что, ну, на мой взгляд, вы её идеализируете и, на мой взгляд, вам больше хочется, чтобы она была, да, вот, ну, ну, такой, какой вы хотите её видеть. Идея верности, идея какого-то постоянства и так далее. Это про вашу собственную неудовлетворённость и про ваше некоторое такое, условно говоря, ну, некоторое, некоторое недоверие себе. Вот. То есть, у вас имеет место быть некоторая оторванность, некоторая оторванность от самого себя, получается, и вы, соответственно, на свою жену перекладываете вот эту историю. Некоторая оторванность, недоверие себе продиктована низкой самооцелькой, внутренней борьбой, внутренним конфликтом каким-то, который у вас имеет место быть, судя по тому, что вы описываете. Вот. И, соответственно, отсюда вот ваша такая история, вот история, связанная с тем, что вы описываете, мысли и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Чувствуется агрессия в, ну, вашем тексте, и поскольку ваша такая, ну, любовь к жене очень сильно и напоминает страсть, вот, то, скорее всего, в отношениях на данный момент личные границы у вас нарушены. Вот. То есть, ну, вы нарушаете личные границы, на мой взгляд, вы делаете это сильно. Соответственно, человек всегда на подобные вещи реагирует агрессией. Вот. О чём бы я предложил бы вам подумать? Я предложил бы вам подумать о том, что у вас общего с вашей женой. Да. То есть, что вас объединяет, что вас связывает, ну, с ней. Что между вами общего? Почему вы такое значение придаёте сексу? И прикосновение. Ведь это про принадлежность. То есть, это история про то, что ты моя жена, ты мне принадлежишь, ты моя. Подобное восприятие, ну, подобное восприятие другого человека возникает, когда ничего общего другого нет. То есть, когда люди, ну, не особо, так скажем, взаимодействуют друг с другом как личности. Вот. А больше взаимодействуют исключительно вот как, ну, как представители своего гембера, так скажем. Вот. И если это так, если, если это так, то, на мой взгляд, как раз в этом направлении вам нужно работать. Потому что подобная, ну, скажем так, подобная обесценка, да, подобное обесценивание человека, вот, на мой взгляд, ни к чему хорошему вообще не приведёт. Нравится, ну, нравится вам это или нет. Вот. Поэтому, лично я думаю, что вот на это вам нужно своё внимание обратить. Вот. То есть, вам нужно обратить внимание на то, что, чего общего-то, вот, между мной, да, и супругой. Вот. Что, ну, что нас объединяет, что нас связывает. Вот. Вот. Понимаете, понимаете, да, какая история здесь. Вот на это вам, на это вам, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Вот. Вот. Ну, и, конечно же, конечно же, поработать с самооценкой, вот, с уверенностью в себе, вот, и за значением для вас изменой, потому что, совершенно очевидно, что много вы этому придаёте, очевидно, значимости. Вот. Вопрос только заключается в том, каким образом так происходит, да? Вот. Ещё один важный момент. Смотрите, что будет, что будет, если ваша жена вам изменит, например, что произойдёт? Да? Ну, вот, ну, вот, в прямом смысле слова, что случится? То есть, как бы, ну, что изменится? Что изменится для вас. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались ответить на этот, вопрос себе. Вот. Если ответите на него, я думаю, что он, ситуация будет, как минимум, для вас лучше, чем на данный момент. Значит, ну, всё происходит. Вот такая, вот такая вот история. Как мне кажется. На этом всё. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было интересно. было полезно. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Удачи, вы молодец. Супо. что начали об этом говорить. Вот. То есть, вы большой молодец, что начали это, ну, обсуждать. Вот. Осталось только теперь приступить непосредственно к психотерапии. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вот. И я думаю, что всё у вас будет хорошо. Вот так, живо, как все у меня buckets. Сейчас всё-таки у нас классика так вотivi untuk looks. В, как и чуть-тежь, когда я служил возможностей.